добрый день дорогие друзья я приветствую вас из финляндии хочу поговорить о войне финляндия продолжает оказывать помощь украине на днях был отправлен очередной 25 пакет помощи украине он оценивается в 118 миллионов евро общая стоимость поставленных на украину оборонных материалов на данный момент составляет две целых три десятых миллиарда евро помимо государства гуманитарную помощь украине оказывает частный бизнес финляндии смотрите например мое видео ссылка в описании ну и конечно каждый финн участвует в помощи украине где-то принудительно в виде налогов где-то добровольными пожертвованиями и волонтерской помощью министр обороны финляндии анти хэкканин считает что военная ситуация на украине продолжает оставаться очень серьезный и финляндия продолжат оказывать посильную помощь сдаваться нельзя говорит министр обороны финляндии обращаясь к странам партнером из его обращения можно понять что среди стран партнеров есть сколеблющиеся действительно все чаще раздаются голоса о необходимости мирных переговоров война идет третий год и конца ей не видно общие потери военных россии и украины сначала полномасштабной войны 2022 года могло превысить миллион человек такую оценку приводит газета the wall street journal издание исходит из неофициальных подсчетом в том числе из данных западных разведок число убитых украинских военных газета оценила в 80 тысяч российских приблизительно в 200 тысяч ранены около 400 тысяч человек в украинской армии и 400 тысяч человек в российской пишет газета высокие потери тяжело переносятся российской армии говорится материале но для менее населенные украины они могут быть значительно тяжелее население украины 48 миллионов по переписи 2001 года могло сократиться до 25 27 миллионов без учета жителей занятых россией территорий все настойчивее звучат призывы начать мирные переговоры украина представляет мир так россия уйдет со всех территорий украины границам 1991 года выплатит украине военные репарации и привлечет военных преступников к ответственности путин заявляет что россия готова к мирным переговорам но на своих условиях пусть украина откажется от оккупированных россии территорий и навсегда прекратит разговоры о членстве в нато не обязательно быть военным экспертом чтобы понять что возврат к границам 1991 года это совершенно не реалистичные требования путин никогда не отдаст крым из захваченных территорий по своей воле не уйдет у россии нет оснований соглашаться на мир военная инициатива у на ее стороне экономику санкции вопреки прогнозам не удушили снаряды не кончились наращивается производство оружия и в общем война не вызывает за существенных затруднений для москвы финны проводят аналогии между войной когда ссср напала на финляндию и нынешней войной на украине финляндии пришлось отдать территории чтобы сохранить независимость и вернуться к мирной жизни скорее всего украине тоже придется пойти на территориальные уступки если сейчас начнется война в израиле что очень очень вероятно то военная помощь украине быстро сократится и переговорная позиция станет еще хуже чем сегодня в европе набирают популярность крайне правые партии выступающие против поддержки украины у избирателей в европе возникает вполне логичный вопрос почему мы должны затягивать пояса ради украины если ее граждане не желают защищать собственную страну бегут прочь и предпочитают уютненько сидеть на пособиях в европе в германии 716 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста от 15 до 65 лет только 21 процент то есть сто тринадцать тысяч украинцев работают остальные объясняют что пособия хорошие они чувствуют себя комфортно или не работают потому что предлагаемая работа не соответствует их интеллектуальному уровню бюргеры не очень счастливы это слышать в финляндии на работу устроился лишь около 15 процентов украинских беженцев не добавляет симпатии и сообщения подобные этому украинцы в эстонии арестовали за воровство он просит не выдавать его украине опасаясь попасть на фронт вор пацифист тема беженства очень остро стоит в европе впрочем сша тоже в ес за первые шесть месяцев этого года прибыло больше полумиллиона просители убежища и поток не иссякает население ропщет и власти вынуждены реагировать всюду гаечки подкручивают с 1 сентября этого года в финляндии вступил в силу новый закон об иностранцах теперь например четко сказано что в виде на жительство будет отказано за предоставление ложной информации за нелегальное пребывание в финляндии за нелегальную работу и за брак по расчету статус беженца или международной защиты могут в дальнейшем не предоставлять или отозвать если человек окажется виновным в преступлении при отягощающих обстоятельствах или его сочтут опасным для общества посмотрим как закон будет исполняться но сейчас на первый план вышла ситуация в израиле массат показал что он умеет работать и на днях в руках сторонник хизбаллы одновременно взорвались тысячи пейджеров производитель пейджеров говорит что пейджеры были произведены где-то в европе поэтому хизбалла грозит и европе показать кузькину мать ситуация в мире очень накалена и все ждут результатов выборов президента в сша если президентом сша станет трамп то как он себя поведет никто предсказать не может сам он обещает в один день прекратить войну на украине но обещать не значит жениться лишь в одном мы можем быть уверены на сто процентов ни одна война не бывает вечной закончится это и желательно побыстрее а вот россияне не унывают и с оптимизмом смотрят в будущее пережили брежневский застой переживем и путинский отстой а на посошок немного финской милоты ослик куда-то спешит осенним утром а на этом дорогие друзья я с вами прощаюсь благодарю за внимание всем пока